Сегодня директор Водоканала прокомментировал ситуацию вокруг сдачи предприятия в аренду. По словам Вадима Канашкина, сдача рассматривалась как один из вариантов вывода предприятия из неудовлетворительной финансово-хозяйственной ситуации, которая сложилась за последние три года. Вариант не окончательный и подлежащий обдумыванию и обсуждению. Что касаемо договора аренды, он подразумевал под собой параллельное заключение соглашения об инвестициях в размере 10 миллиардов рублей. Конкретики в данном направлении никакой не было. Российские коммунальные системы направила на Водоканал ряд рабочей документации, которой пользуется Российская коммунальная система на территории Российской Федерации. То есть никакой конкретики в данном ключе, опять же, не проводилось. Никаких условий не обговаривалось. Никаких соглашений о сотрудничестве не заключалось. Ни копейки из бюджета организации на данные переговоры тоже не были затрачены. Эта документация поступила 5 июля на Водоканал. То есть тот пакет документов, который был предоставлен для образца, для рассмотрения, он был размножен, распечатан и предоставлен акционеру города, городу Ярославль-Водоканал акционера и совету директору.